Всех приветствую, мои дорогие! Приготовила я косметичку на эту неделю и хочу вам показать, чем я планирую пользоваться. В качестве базы под макияж продолжаю использовать крем-праймер от Propeller и также иллюминайзер от Essence, который я использую как такую подсвечивающую кожу базу. На мой взгляд, с помощью этого иллюминайзера кожа выглядит более отдохнувшей, такой подсвеченной как бы изнутри. И на этот иллюминайзер, конечно, если с ним не переборщить, хорошо ложится тональный крем. Тональным кремом продолжаю пользоваться от Avon. У меня он в оттеночке Ivory. Здесь его где-то вот столечко осталось и мне хотелось бы уже его доиспользовать. Также по мере необходимости буду использовать свой корректирующий карандаш от Essence, который у меня в номере 01 Beige. И взяла в использовании свою новиночку, консилер от Vivienne Sabo, который у меня в номере 01. Я сегодня уже попробовала этот консилер, наносила его на область под глазами. И что я вам хочу сказать. Первые впечатления у меня положительные. По оттенку мне подошел. Может сейчас покажется, что не очень подходит. Но когда я его нанесла под глаза и распределила, то на коже этот консилер стал незаметен. Я не могу сказать, что он прям, знаете, идеально как-то перекрыл синяки. Нет их было, можно так сказать, видно. Но все-таки он их сделал как бы, ну как мне показалось, менее заметными. И мне понравилось то, что когда я его нанесла, он хорошо распределился. У меня не было ощущения стянутости кожи. И вот я с ним уже полдня хожу. И вы знаете, он у меня как бы не скатался, не запал ни в какие морщинки. И вот как я с утра нанесла, мне кажется, так же он незаметен на коже и так же вот прекрасно лежит. Поэтому пока вот самые мои первые впечатления у меня положительные. Ну, конечно, чудо какого-то не произошло. То есть я у себя синячки под глазами продолжаю видеть. Дальше в качестве пудры продолжаю использовать свою пудру от Vivienne Sabo, которая у меня в номере А1. Насколько я знаю, это самый светлый оттенок. Вот так она выглядит. Здесь уже такая глубокая ямка. Но вы знаете, у меня пудры быстро идут. И вторая пудра, которую вы тоже все знаете. Это пудра от Essence из лимитированной серии. Но, насколько я знаю, сейчас такая пудра в шариках есть и в основной серии. Здесь у нас всего 5 грамм. Это мало для пудры в шариках. И, как вы видите, постепенно она у меня уменьшается. Это корректирующая пудра. Она на какое-то время матирует кожу. И мне показалось, что она неплохо закрепляет макияж. Румяна на эту неделю выбрала, во-первых, от Essence, который вы все знаете. Я думаю, что я их буду показывать, пока они у меня не закончатся. Они у меня в номере 90. Хорошие румяна. Такой оттеночек для тех, кто не видел. И, как вы видите, у меня их тоже все меньше и меньше. И хотелось бы уже их доиспользовать. И вторые румяны я выбрала тоже от Essence. Вот так называется серия. У меня они в номере 20. Они очень приятные вот такие по ощущениям. Прям нежные-нежные. Такой красивый оттенок. Я сейчас, конечно, наношу поярче, чтобы показать вам. На самом деле, если так слегка набирать на кисти, хорошо распределять, то они не смотрятся вот прям такими яркими. Неплохо они распределяются. И буду пользоваться то одними, то вторыми. Также покажу вам хайлайтеры. И, конечно же, это мой кремовый хайлайтер от Makeup Revolution, который, я думаю, что на этой неделе я уже доиспользую. Вот так он выглядит. Давайте немножко покажу. Очень с ним получается красивый прям такой перелив на коже. Я его на скулы наношу и хорошо распределяю. И он на первый взгляд в глаза не бросается. Но вот все равно получается такой нежный, нежный, очень красивый перелив. И также взяла на эту неделю свою палетку хайлайтеров от Essence. Я думаю, многим эта палетка знакома. Она в номере 10. И давайте покажу оттенки. Вдруг кто-то не видел. Вот два оттенка кажутся такими, ну как, яркими. Но вы знаете, на коже я наношу, я особо не замечаю. То есть какой-то блеск, перелив вижу. Вот так даже как вот на сводчиках они как-то ярко выглядят, такого я на своей коже не замечаю. То ли я немного наношу, может как-то распределяю хорошо. Ну, вы видите, оттенки красивые, оттенки такие нежные. И буду на этой неделе использовать. Я буду использовать хайлайтеры, когда не буду... Ну, вот, например, кремовый я использую, когда я не подсвечивающую базу использую под макияж, а вот крем-праймер. Давайте сотру сводчи и буду дальше рассказывать, что я еще выбрала. Ну, дальше мы с вами перейдем к бровям. Так, для бровей на эту неделю я выбрала карандаш от Катрис. К сожалению, номер вам не скажу, потому что здесь уже не... Вот не знаю, видно будет или не видно. Видите, стачивается постепенно. Давайте просто покажу оттенок. У меня этот карандаш давно, я даже не уверена, есть сейчас такие или нет. Такой оттеночек. Карандаш мне нравится. Для того, чтобы как бы закрепить макияж, буду использовать вот такой корректор для бровей от Эвелин. Здесь уже стерлась информация. Давайте вот так посмотрим. Светло-коричневый оттенок. Мне кажется, периодически, что там уже ничего нету или засох корректор этот. Ну, вроде пока еще как-то он еще дает небольшой оттенок и вроде как фиксирует на какое-то время брови. Пока поэтому в пустые баночки не отправляют. Но, знаете, он мне изначально показался каким-то таким суховатым. И под брови буду наносить хайлайтер вот такой в карандаше от Эссенс. Вот такое название. Мне кажется, сейчас таких уже нет карандашей. Тоже я надеюсь, вы понимаете, что я для сводчей поярче наношу. На самом деле вот таким толстым каким-то слоем ярким на лицо я, конечно, не наношу ничего. Хороший карандаш, хайлайтер вот этот в карандаше, по крайней мере, практически целый день держится. Его я только под бровь наношу. Дальше переходим мы с вами к ресницам. Ну, у меня здесь ничего нового. Это моя сыворотка от Эвелин. Это моя серая тушь от Диваж. И черная тушь от Мэйбелин. Периодически мне прям хочется серую тушь отправить в пустые баночки. Но так как я вроде ей еще не так долго пользуюсь, то жалко. Хотя я уже не раз говорила, что она у меня работает только на сыворотке. Недовольна я ей. Дальше ресницы. Так, переходим с вами мы к теням. В качестве базы по тени. Мои тени от Мэйбелин Колор Тату в номере 91. Вот столько у меня их осталось. Я базу использую прям каждый день. Не забываю. Ну, я и... Вернее, я и тени каждый день делаю. Макияж использую тень и базу. Хочу доиспользовать ее, потому что мне будет жалко, если она засохнет, а никакие манипуляции с разбавлением, с маслом там мне не хочется проводить. И вторые тени от Мэйбелин Колор Тату в номере 20. И я ими в основном стрелочку рисую. Так они выглядят. Ну и вы знаете, мне на днях показалось, что они немножко как вот сверху подзасохли, и я вот так вот сверху прошлась влажной салфеткой. Немножко как бы верхний слой сняла. Давайте покажу оттенок, потому что я не часто показываю, а кто-то может первый раз смотрит. Я их еще иногда использую как базу. То есть наношу на все веко, а сверху голубые тени, и потом я голубой цвет часто, с коричневым использую. Вот так выглядят. На самом деле красивый оттенок. Просто я знаю, что не все такие оттенки используют. Теперь мы с вами переходим к теням. На эту неделю, если мне захочется какой-то, знаете, совсем быстрый макияж сделать, я буду использовать палетку от Слик. Здесь написано тестер, но я уже не раз говорила, что это полноценная палетка. Я их приобретала на сайте Beauty Home. У них там есть раздел для визажистов. И продавалось сразу две палетки в разных оттенках по привлекательной цене. И поэтому здесь написано тестер, но изначально это абсолютно новая, полноценная палетка. Это опять-таки для тех, кто не знает, я говорю, потому что бывает, что спрашивают меня потом. Давайте покажу. Здесь удобное полностью раскладывающееся зеркало. три оттенка тени и подводка. Вы знаете, вот у меня тут даже дырочка есть. Мне понравилось использовать эту подводку. Она отлично целый день держится на веках. Вот такие здесь оттеночки. То есть даже когда я не использую тени из этой палетки, я бывает использую подводку. Вот такие здесь тени. Светлый оттенок надо наслаивать. Но вы знаете, я его больше просто, чтобы базу под тени закрепить, использую, потому что он особо на веках не виден. И давайте воспользуюсь кисточкой и покажу, какой здесь приятный цвет у подводки. И сама кисточкой мне этой удобно наносить подводку. И цвет подводки мне нравится. Единственное, что когда тени набираю, бывает вот немножко в подводку летят. Я сейчас не буду прям стараться какую-то ровную линию проводить. Просто хочу показать, насколько такой красивый, насыщенный оттенок у подводки. И, как я уже сказала, отлично целый день. Эта подводка у меня держится на веках, ничего не расплывается. Я ей довольна. И такую палетку, конечно, удобно с собой взять в дорогу. Так, сейчас я подвину чуть-чуть. Сдвинула вас. Дальше, конечно же, беру тени от Essence Quattro палетку, которая у меня в номере 14. Здесь остался один оттеночек. Оттенок на самом деле красивый. И тоже его потихонечку использую. И выбрала я на эту неделю одну из своих палеток от Makeup Revolution. Меня спрашивают, использую ли я палетки шоколадки. Я их использую на самом деле. Часто очень достаю их выходные. Использую какие-либо из них оттенки. На эту неделю я выбрала свою розовую шоколадку. Просто бывает, что я попользуюсь на выходные. Мне этого достаточно. То есть на неделю выбираю другие какие-то палетки. Или бывает, что я на неделе какой-то один оттеночек использую. И тоже вроде из одного оттенка не хочется показывать всю палетку. Знаете, что я заметила сегодня, причем только, в этой палетке? Что у нее вот здесь, как вот видите, как трещина появилась. Надеюсь, у меня крышечка не отвалится. Но не фокусирует, вам не видно. Вот, видите? И также еще заметила, что вот с одной стороны она плотно закрыта, а с другой стороны, как немножко вот зеркало вышло, и она плотно не закрывается. Палетки мне эти нравятся. Они у меня немножко при наборе бывает пылят. Но в целом я ими довольна. Сейчас давайте я закрою. Я извиняюсь за посторонние звуки. У меня младшенькая ко мне очень рвется. Очень извиняюсь. Я просто не первый раз пытаюсь снять. Младшая у меня на больничном со мной сидит. И поэтому не очень получается с ней снять видео. Давайте посмотрим с вами. Сейчас я закрою. Все, вот отвлеклась. И уже с какой-нибудь коробочкой закрою зеркало. Ну вот, нашла в другой палетке коробочку. И давайте будем с вами смотреть оттенки. Вот такие здесь красивые, на мой взгляд, оттенки. Такая красота. То есть, мне кажется, можно разные макияжи делать. Давайте я сделаю сводчи. Я вот еще большие палетки иногда в косметичку не выбираю. Потому что, мне кажется, что если сводчи не показывать, то не очень интересно будет смотреть. Я очень извиняюсь на посторонние звуки. Вот. А если сводчи показывать, мне кажется, что я в больших палетках очень-очень как-то ну, долго делаю сводчи. И тоже теряю ваше время. Видите, перенесла и на пальцах еще остались. Теряю ваше время. И вам как бы ну, надоедает. Может, не всем сводчи интересно смотреть. Так. Четыре оттенка. Давайте еще покажу. Просто отвлекаюсь еще, слушаю, что происходит. Так. Вы видите, здесь такие оттенки больше сатиновые. Вот этим оттенком мне очень понравилось стрелочку делать. Посмотрите, какая вот красота. Опять-таки, это для любителей таких сатиновых светящихся оттенков. Смотрите, какая красота. Очень извиняюсь за звуки, но да, с детьми бывает и так. Иногда вот хочу снять видео, сажусь снимать, но вот монтировать я не умею. Программы у меня нет. Поэтому иногда снимаю, но не выкладываю. Дальше давайте посмотрим. Ну, вот матовый оттеночек тоже хороший. Так, плохо палец оттерла. Давайте вот этот. Вот этим вот оттеночком я, например, тоже закрепляю базу под тени. Давайте вот здесь сделаем. Вот светлый оттенок не видно, он такой практически незаметный. так, и осталось еще четыре оттенка вам показать. Мне палетка действительно нравится. Я, если честно, ни разу не пожалела, что я в свое время их купила, либо заказала, что у меня они есть. Конечно, сейчас уже вышли новые палетки, шоколадки. Если я не путаю, то четыре палетки уже точно вышло с той поры, как я заказала почти все, какие были на тот момент. Вот такие оттеночки. Я не знаю, буду ли я еще палетки эти шоколадки заказывать, потому что у меня их много. надо немножко хотя бы те, которые есть у меня поиспользовать. Плюс там из четырех тех палеток мне только по оттенкам максимально одна понравилась. Остальные из серии на любителя, на мой взгляд. Ну и опять-таки не хочется заказывать за полную стоимость. Если какие-то будут хорошие скидки, распродажи, тогда возможно закажу. еще раз покажу оттенки. Такие оттеночки буду использовать на этой неделе. И осталось мне вам показать, что я выбрала для огур. Давайте вот сюда положу. Сотру сейчас свотчи. Еще раз давайте покажу свотчи. и перейдем с вами к тому, что я выбрала для губ. Опять смотрю, много я наговорила, хочется коротенькие видео снимать. Почему-то получаются длинные. Наверное, мне надо поменьше средств брать с той мыслью, что все равно, если на неделе очень чем-то захочется воспользоваться, все равно я себе разрешу. И давайте посмотрим. Сначала быстренько покажу бальзамы, которые у меня сейчас основные идут. Бесцветный основной бальзам это бальзам вот такой золотой апельсин. Такой обычный бальзам никаких чудес не делает. Приятный аромат. Вот столько у меня его осталось. Также бальзам Baby Lips от Maybelline. Такое название. У него очень такой приятный аромат черничного йогурта. Но это опять-таки на мой взгляд. Следующую покажу давайте сразу как бы парочку. Это у нас Lip Maker Coca-Cola. у меня здесь не так много осталось. Вот видите можно увидеть сколько осталось. Обалденный такой прям аромат Coca-Cola. Вот здесь кажется прозрачным. На самом деле он такой знаете как немножко нюдовый оттенок придает губам. И с ним я буду использовать блеск для губ от Гош у меня в номере 0059. Вот так он выглядит. И пока я не попробовала этот блеск я не подозревала что мне могут идти такие оттенки. Мне на своих губах этот оттенок очень понравился. Поэтому буду пользоваться. следующее что я выбрала это у нас от Диваж. Вообще это румяна. здесь написано что их можно использовать и как румяна и как помаду. Я буду использовать как помаду. Очень приятный аромат. Дизайн конечно такой хорошенький. Это как кремовая румяна. Я буду именно как бальзам использовать. Вот так выглядит. Красивый такой на мой взгляд оттенок. Приятный аромат как я уже сказала. Мне кажется что тоже удобно кинуть в сумку и использовать. Следующую можно так сказать тоже парочку которые я буду использовать. Это помада от Essence. Она в номере 08. выглядит такой прям вот яркой но на самом деле она полупрозрачная. Вот вы видите прям еле еле и я ее буду использовать и как самостоятельную помаду и как подложку под другую помаду. Давайте покажу. Это у нас помада или губная помада написано. Это губная помада тоже от Essence. Это была еще по-моему в том году или два года назад. Нет в том году серия приуроченная к дню святого Валентина. Скорее всего в том году потому что я только на днях видела как такие помады на бьюти холм продавали значит все таки ну вряд ли два года прошло. По моему она у меня в номере 0 1 вот если вот так присмотреться можно увидеть что тоже ее у меня там не так много осталось вот если вот смотреть на такие вот просветики то там видно она такая плотненькая ложится таким плотненьким слоем очень красивая на губах лежит хорошо мне она очень нравится у нее такой приятный аромат ей буду пользоваться дальше буду использовать бальзам от essence так в номере 01 у него тоже очень приятный аромат и я его обычно использую как подложку под какие-либо блески или помады такой здесь оттеночек ну я могу как самостоятельный продукт использовать особенно если делаю яркий макияж глаз и вот с ним что я выбрала на эту неделю во-первых вот такой пробничек мне Олечка присылала если честно я не помню от Иван или от Фаберлик этот пробничек вот такой здесь номер вот я надеюсь что видно давайте открою здесь покажу смотрите какой красивый оттенок очень красивый буду использовать аккуратно закрою боюсь сломать следующее что я выбрала это помада Мария К в свое время я покупала в фикс прайсе тоже мне очень нравится и по качеству и по оттенку единственное вот у меня еще такие две были в других оттенках у них со временем заедает сама упаковка посмотрите какой цвет красивый ложится таким плотным плотным слоем держится на губах хорошо я потом больше не видела такие помады дальше также буду до использовать свою помаду от ламель в стике у меня она в номере 102 вы ее уже тоже давно у меня наблюдаете вот столько ее осталось вот все полностью у меня выдвинут стик тоже она таким жирненьким жирненьким плотным слоем ложится очень красивый оттенок но по качеству она мне не очень нравится вот я думаю тоже я ее доиспользую уже на этой неделе также мой мини блеск от essence который я тоже хочу доиспользовать каждый раз вам говорю что его чуть-чуть осталось но его и так вот я думаю вам видно немножко осталось но он такой очень экономичный наверное очень тоже красивый оттенок очень приятный запах у него просто он у меня давно в использовании очень бы не хотелось чтобы испортился поэтому средства которые давно в использовании я все-таки стараюсь как-то если их немножко осталось все-таки побыстрее заканчивать дальше блеск мой от маяка преволюшен оттеночек вам наверное а вот оттенок вот такое название мне этот блеск не нравится он очень капризный его очень сложно нанести на губы так чтобы он как-то вот знаете однородной такой массой лежал у меня то затекает в уголки то как-то неравномерно ложится хотя сам блеск по оттенку красивый но вот повторно я бы не стала такой покупать может просто я с ним не подружилась следующее что я выбрала это мои новинки первая новинка жидкая пудра от катрис в номере 090 вот такое название давайте посмотрим вот такой у нее красивый красивый оттенок я уже рассказывала что мне жидкие пудры понравились от катрис вот из этой серии но они мне сушат губы то есть потом надо очень хорошо бальзамами увлажнять и наношу я ее на бальзам сначала бальзам наношу даю какое-то время впитаться потом уже пудру и последнее что я выбрала для губ это тоже моя новиночка это помада от буржуа в номере 31 и давайте тоже посмотрим с вами оттенок посмотрите тоже какой красивый оттенок на губах я еще не носила поэтому не знаю как себя поведет но оттенок мне очень понравился это было всего что я выбрала на эту неделю еще раз извините за посторонние звуки всем огромнейшее спасибо за внимание за ваши комментарии и до новых видео до новых встреч субтитры